Сегодня замечательный весенний день солнечный и знаменательный тем, что сегодня музейные сотрудники отмечают свой профессиональный праздник. И вот у меня такая идея родилась. Я взялся тебя, дорогой мой, почти двухметровый сынок, пройтись со мной в московском музее и показать тебе внутреннюю жизнь, чем занимаются музейные сотрудники, как они проводят свой рабочий день и как они отмечают свой профессиональный праздник. Первый мой сюжет будет относиться к совершенно фантастическому музею, который находится на Пречистинке. Это музей имя Александра Сергеевича Пушкина. И меня допустили в очень тонкий интимный отдел, который занимается генеалогией родов. И я хочу вас познакомить с Ольгой Владимировной, которая на протяжении уже достаточного времени занимается проблемами изучения дворянских родов. То, что я здесь делаю, какие документы мне выдают для исследований, я вам рассказывать пока не буду. А мы сегодня поговорим в общем об этом замечательном отделе. Ольга Владимировна, здрасте. — День добрый, с удовольствием. Отдел наш, в общем, единственный такой в стране по генеалогии. И получился он почти случайно, потому что в 88-м году были сделаны попытки, и слава богу, это получилось, купили собрание по генеалогии русского дворянства Юрия Борисовича Шмарова, московского генеалога, о котором много написано. Он жил рядом с музеем, его особняк, бывший Штенгеля. Был в дружбе с коллективом музея, часто консультировал всех. И вот вдруг как-то было много попыток это собрание пристроить в другие хранилища, но как-то у Пушкинского музея получилось это. И когда приняли архив сюда, к моему изумлению решили сделать отдел по генеалогии, не просто положить там в числе других архивных материалов. И это было почти чудом, потому что когда в доме Ушмарова я бывала, и вот он всех радушно встречал, всем открывал свои папки, все портреты, все-все-все. И дисциплина-то уникальная, специалистов почти нет, а потребность в этом исключительная. И я так взросленно думала, думаю, Юрия Борисовича не будет, вот где люди будут это все получать. И вдруг потом вот каким-то чудом это произошло, сделан наш отдел, и мы, конечно, стали работать вот по образцу и подобию того, как это делал Юрий Борисович. Вот стоят шкафы перед вами, эти многочисленные полки его с родословными росписями, портретами. И также мы продолжаем собирание материалов. Ну и из интересных вещей это вот очень хочется показать. Вот эти труды Жака Феррана, это француз, совершенно исключительное личение, в случае у француза непонятно, как он пришел к этой теме. И вот при жизни Юрия Борисовича вышло 4 тома, в смысле, ну да, вышли 4 тома, и Юрий Борисович получил, ну давали ему потихоньку, причем, наверное, вот интересные детали, он был очень открытый человек, он говорил, что вот я служил в гуссу, мне в 70-е годы я к нему пришла, я служил в гуссу дарим-ператоре, вернее, я присягал государю-императору, и я служил ему всю жизнь, это вот это вводы такое, скажем, вот, а это вот маленькая деталь, он никогда даже не говорил, кто ему приносил эти идеи, потому что касалось другого человека, это потомок я уже знал, что от Александра Львовича Майндорфа получал эти тома, и вот он, ему давали на время, он переснимал все вот эти портреты из этих книг, и ставил в эти свои папки, все в четком алфавите, это, ну, иметь в те годы Феррана, это был единственный в Москве четыре тома Майндорфа, вот, а когда это получился уже отдел, когда я стала сотрудником музея, и вдруг тут начались перестроечные годы, и вскоре уже засветила поездка в Париж для сотрудников музея, вот, и у меня, конечно, только мысли были о Ферране, вот, как найти его, как договориться, чтобы у нас, ну, в России, хоть у кого-то в музее, я имею в виду, в государственном хранении, были вот эти тома, ну, всеми правдами, неправдами получилось с ним встретиться, вот, он не говорит по-русски, не говорил, ну, он в седьмом году погиб, к сожалению, в автомобильной катастрофе, вот, значит, вот откуда, это, в общем, до сих пор загадка, как, вот, к нему пришла эта тема, тем не менее, более 50 книг, вот, он издал такие, вот, фантастический человек, русского дворянства, серия, вот, мои портреты, это воспоминания об эмиграции, вот, а одна из последних книг, по-моему, предпоследняя, это вообще фантастик, это я смеюсь, это француз, не знающий русского языка, пришел к этой теме, ведь в России практически никто, так вот специально, не занимался темой русской няни, а это же явление, это, ну, жемчужинка в истории русской культуры, потому что все наши классики вышли из этого, через няню вот это, вошли в традицию русской, национальная культура, и он издал вот эту книжечку, но это, правда, уже в последние времена, мы уже с ним были хорошо знакомы, и часть сюжетов я ему отсюда посылала, к серию из разных книг, там, из Бердяева, из воспоминаний об Александре Третьем, я уже сейчас не помню, от Рубицких, и отсылали, вот он быстро очень все делал, он ему что нравится, мне не мудрил, как и наши издатели, там вот это вот все вычищать, как и все эти, всех влох ловить, он собирал материалы, хоп, и моментально все это сдавал, а открытие, когда она использовала, это рисунок великой княгини Ольги Александровны под Куликовской, вот это, в эмиграцию кого-то из наших представителей потом русский эмигратор получил. Уже спустя многие годы, вот вышла эта книжечка неожиданно, эта идея Дурылина, вот, но, мне кажется, немножечко эта книга проигрывает, по сравнению с французским, французским изданием, здесь фотографии, какие-то живые образы русских нянь, не просто фрагменты из классической литературы, а вот, вот, каждая из них личность и о каждом сюжете можно рассказывать бесконечно. Вот, ну, вот такие детали, вот так наш отдел существует, он именно на правах научно-справочном, сюда приходят посетители, в основном, или занимаются историей своих родов, или наши коллеги из других музеев, исторического музея Третьяковского, из других музеев, естественно, наши ближайшие коллеги, и пушкинские, все музеи рассыпаны по стране, ну, и для колорита нашей темы, вот, к нашему великому восторгу, из фондов нам дали на сохранение, висит у нас это, изумительный оригинал Жуковского, Станислава Еленовича, это и тюр, в смысле, это сюжет, Брасовский, это где-то в 16-м, по-моему, примерно году, когда жена великий князь Михаил Александровича заказала эту серию картин Жуковскому, он туда приехал и рисовал, и они считаются одними из таких вот, попарадных, великолепных работ Жуковского, хотя он их, может быть, и меньше любил, чем другие, после Жуковского он обратился в письмо к Сергею Дмитриевичу Шереметьеву, именно просил рисовать там, что Брасова, да, замечательный сюжет, но в них нет духа старинной, ну, старины нет, но прелесть, таланта Жуковского, вот эти открытые окна, свежий воздух, это есть, и совсем недавно я узнала по истории картин, вроде бы, узнала, узнала, узнала многое, но для меня это прям новость, счастливая была, это на докладе директора Рахманинского музея Ермакова Александра Ивановича, и вдруг он заговорил об этой картине, о Жуковском, я вначале не поняла, какая связь с Рахманиновым, а оказалось, он здесь бывал, он был в добрых отношениях с великим князем Михаилом Александровичем, и вот Рахманинов в этих интерьерах бывал, так что для истории этой картины, это такой тоже жомчужный подарок. Ну вот вкратце о нашей работе, чем мы занимаемся. Огромное спасибо и с праздником вас уже благодарна. Спасибо.